Предисловие к этому видео это обзор на Xiaomi Redmi 9A и оставление видео отзыва на его функцилирование, его работоспособность и все остальное. Позвольте, я просто зачитаю. У меня всего лишь 6 пунктов. Первый пункт. Нарушение быстрого срабатывания на входящий звонок. Идет воспроизведение музыки и вибро. Экран черный и неактивный. Через 6 секунд загорается экран и видно номер входящего абонента. После того, как положить трубку, то есть завершить звонок, выбрасывает на рабочий стол или в Google. При приближении телефона к уху во время разговора экран должен срабатывать датчик приближения. Это никогда не срабатывает. Либо принудительно нужно блокировать боковой кнопкой, либо принимать результат беспорядочного срабатывания программ от прикосновения к лицу. К толстым щекам. Второй пункт. Вызов программы последних звонков или журнала вызова или журнала контактов с первого раза никогда не срабатывает. Раздается легкий бжжжж, вибро и ничего. На второй или третий раз можно только открыть данные журналы. При пролистывании данных журналов залипает прокрутка либо быстро в самый верх вниз, либо как в фильме покадровка слоу-мо. Третий пункт. Строка поисковика может сработать, либо выкинет на рабочий стол, либо загружается с ошибками и лагами и зависнет. Ну вот если находишься в интернете, ну то есть в поисковике и заблокируешь боковой кнопкой телефон, то при повторной разблокировке и попытке выйти принудительного на рабочий стол, то есть ну домой, разблокируешь, домой, хрена с два внизу, должны сразу появляться три кнопочки. Ну там квадратик, такой кружочек и треугольничек. Фиг, нету. Они появляются с пятисекундной задержкой. Четвертый пункт. Вот включение камеры или фото это совсем интересно. Также пятисекундная задержка, черный экран и невозможность выйти из фото, видео. Только длительное бж-бж-бж-бж-бж и вибро. Войти в галерею он может. Выйти. Пятый пункт. Память у телефона позволяет многое, но не самое простое. У меня тридцать фото и пятнадцать видео по шестнадцать, ну там по двадцать, по тридцать секунд. Ну совсем фигня. Вот только вот недавно, месяц пользуюсь, ну сколько можно снять. Чем больше фото, тем тормозит при открытии и закрытии, просмотре воспроизведений, сохранении, удалении. Ну вот, допустим, из других приложений, например, вайбера, если хочешь что-нибудь послать из вайбера другому человеку, открываешь галерею, либо оно открывается сразу, либо открывается просто белыми файликами, которые нечитаемые, невоспроизводимые, просто белый какой-то лист непонятный. Потом шестой пункт, последний. Вместе с телефоном были, как говорится, приобретены умные часы. Hello RS4 Plus Smart Watch. Ну вот так они называются. Ну, конечно, функции не все включены. Мне специалист загрузил программу, подключил часы, вроде бы все нормально. Работало, были уведомления, но потом все. То есть, если телефон сам лагает, он постоянно пытается подключиться к Hello Fun. Он пишет, через каждую минуту он называется бжи-бжи, и это просто нервирует. Он бжи-бжи пытается подключиться. Потом бжи-бжи, подключение не завершено. Device not found. Ну вот он пишет. И это происходит каждую минуту. Благо, когда вот записывается видео, такого не происходит. Если только выключить видео, все, через каждую минуту он будет бжи-бжи. И вот, ну, зачем такое брать? Зачем такое брать телефон? Зачем такое брать? Ну, нет, про часы, в принципе, никаких вопросов нету. Ну, просто сам телефон, часа, минутка. Зачем такое брать? Вот такой вот отзыв. Зачем такое брать?